Где заканчивается крайний север и начинается Арктика. Эти понятия планируют разделить на законодательном уровне. Такое заявление сделал Александр Цибульский на пленарном заседании в Москве. Расскажем подробности. Дистанционное лечение в Наринмаре. Стартовала научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина». Подводим итоги первого дня форума. Общие интересы и перспективы сотрудничества между Ниньевским округом и компанией «Лукоил» обсудили глава региона и генеральный директор Ниньевной компании, к чему пришли. Чемпионский состав сборной региона по Северному многоборью вернулась с Кубка России в копилки не только медали, но и новые рекорды. Обо всем подробнее в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги четверга. В студии Олег Хатанзийский мы начинаем. Понятие «крайний север» и «Арктическая зона» необходимо разделить на законодательном уровне. Об этом заявил губернатор нашего региона, выступая на пленарном заседании «Дни Арктики», которое проходит в Москве. Мероприятие объединило свыше 40 деловых и культурных событий арктической тематики. Ключевыми спикерами пленарного заседания форума выступили министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямала-Нинецкого округа Дмитрий Артюхов, глава Архангельской области Игорь Орлов и губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский. Говоря о вопросах совершенствования законодательной базы, касающейся развития арктической зоны России, глава Нинецкого округа предложил разграничить на нормативном уровне понятие «крайний север» и «арктическая зона», исходя из изменившихся условий освоения северных территорий России. Если мы говорим про крайний север, традиционные территории, которые нам известны уже, наверное, столетия, это, скорее-таки, природно-климатические условия, которые определяют особое отношение к хозяйству и, как следствие, особое регулирование. Когда мы говорили, как мне кажется, исторически по определению арктической зоны, мы все-таки исходили из того, что это понятие сугубо экономическое. Это те регионы, которые могут в первой очереди дать добавленную стоимость для развития северного морского пути. И это те территории, которые непосредственно прилегают к северному морскому пути. И вот это очень важно сегодня разделять, потому что, мне кажется, сегодня идет очень большое количество дискуссий по поводу того, является ли арктическая зона территориями крайнего севера и должны ли эти понятия с точки зрения льгот, преференций пересекаться между собой. Глава Нинецкого округа убежден, что дискуссией на тему является ли арктическая зона территории крайнего севера затянулась и требует четкого определения во всех документах, касающихся стратегического планирования в Российской Арктике. Арктическая зона – это, скорее, предмет особого регулирования с точки зрения развития экономики и правовой базы именно в этом направлении. Это просто, как мне кажется, объясняется изменившимися ситуациями, изменившимися обстоятельствами. Если в то время, когда было такое первое освоение крайнего севера, еще в советские времена были условия, когда были понятные мегапроекты с очень высокой бюджетной рентабельностью, которые надо было быстро вводить, быстро запускать. Для этого нужно было… Первое, чего не хватало на северных территориях – это население. Поэтому для того, чтобы быстро привлечь туда трудовые ресурсы из других регионов, государство шло на меры, когда оно предлагало особые льготы, особые коэффициенты, особые условия для работы в этих территориях. На сегодняшний день ситуация поменялась. Есть достаточное количество крупных мегапроектов, которые запущены и функционируют на территориях крайнего севера. И Арктическая зона не с каждым годом автоматизируется. Тем самым высвобождается большое количество трудовых ресурсов. И сегодня стоит задача скорее решить, где трудоустроить этих людей и как обеспечить их труд, отметил Александр Цибульский. У нас рыночная экономика. Сегодня рынок определяет эффективность того или иного проекта. Мы сегодня не можем государственным образом сказать, что вот эти люди должны работать, несмотря на то, что вам бизнес, они стоят в два раза дороже. Это объективная реальность. Конечно, бизнес сегодня снижает для себя издержки. И в этом смысле, получается, люди, живущие на территории субъектов, главы которых здесь присутствуют, становятся менее конкурентоспособны. Это вторая проблема, которая тоже и в этой стратегии, и в госпрограмме сегодня должна найти отражение. В третий раз Ненинский округ стал площадкой для обсуждения развития телемедицины в Арктике. Сегодня в Наринмаре начала свою работу международная научно-практическая конференция с участием российских и зарубежных коллег, которые обсуждают состояние и перспективы развития электронного здравоохранения в регионах Арктической зоны. Конференция, которая проходит в Ненинском округе раз в два года, нацелена консолидировать усилия экспертного сообщества по поиску конструктивных решений проблем, обеспечению доступности и качества медицинской помощи в условиях Крайнего Севера. Все подробности далее. Участники форума обсудили международный опыт практического применения телемедицинских технологий в удаленных районах, вопросы законодательного обеспечения телемедицины, возможности телемедицины для реализации специфических медицинских задач. А сейчас появляется еще новая технология, которая касается того, что пациент, который получил медицинскую помощь в федеральном центре, он может продолжить в этом центре наблюдаться. То есть, если его там прооперировали, назначили ему сложное медикаментозное лечение для восстановления, и потом врачи местные, они даже не всегда представляют себе тот набор лекарственных препаратов, который пациенту применяется. И у нас появляется сейчас возможность, что мы можем организовать стационар на дому, стационару на выезде где-то, где и люди будут продолжать общаться с своим врачом, который его оперировал, который его выводил из состояния, послеоперационного состояния, и таким образом поднять качество оказания медицинской помощи. Телемедицинские технологии, технологии будущего, и наибольшую востребованность они имеют именно в северных труднодоступных регионах страны. По словам Георгия Лебедева, следующий этап в электронном здравоохранении – математическая обработка данных, создание искусственного интеллекта. Когда вообще пациенту, если нет возможности достучаться до врача, он может как минимум еще пообщаться с информационной системой, которая подскажет ему, как себя вести и как сделать так, чтобы не навредить своему здоровью. И мы надеемся, что это будет очень важно, нужно. Впрочем, телемедицинские технологии уже сейчас успешно и широко применяются в медицинской практике, особенно в консультативной части, например, когда необходима квалифицированная помощь узкого специалиста. Современное оборудование должно дистанционно передавать всю информацию для дистанционной расшифровки, дистанционной интерпретации всего, что было снято, поскольку как ваша, так и наша территория – это, по сути, низкое количество узких специалистов на местах. Поэтому такое, конечно, оборудование нужно, оно позволит более качественно оказать помощь нашим пациентам, не прибегая к каким-то большим финансовым затратам. В фойе конференции стендовые доклады, экспозиции, телемедицинские технологии представлены в действии. Например, специально разработанный для северных территорий и уже опробированный военными телемедицинский кабинет от компании ICL. В комплекте все, что нужно. Передвижной и переносной телемедицинские комплекты, портативный УЗИ-аппарат и другое оборудование. Все оно имеет интеграцию с оборудованием Ненецкой окружной больницы. Хоть сейчас подключая в любом населенном пункте и работой. Оборудование производителя ICL-техно позволяет собрать полностью и оборудовать телемедицинский кабинет в полном его понимании. У многих производителей есть отдельные элементы, которые там нужно собирать, различных производителей, комплектовать, интегрировать и так далее. Это оборудование в скором времени будет установлено в окружной больнице. Кабинет позволит быстро проводить лабораторные функциональные исследования, лучевую диагностику. У нас в регионе сделана дешевая интеграция с медицинской системой, которая стоит в регионе Ненецкого автономного округа. И врач удаленно может оперативно посмотреть данные и передать уже, непосредственно поставить диагноз и передать информацию в удаленную точку, где развернут данный медицинский комплекс. Единственная проблема, которая стоит на пути развития телемедицинских технологий в северных районах отсутствие устойчивой связи. Что касается зарубежных коллег, то в копилку трудностей они добавляют дефицит квалифицированных специалистов. Так, норвежские медики делают ставку на общую стандартизированную базу данных всех пациентов страны. Это один частный сегмент глобальной системы телемедицины. Кроме того, участники конференции подчеркнули, что в связи с введением в правовое поле понятия телемедицина и регламентации процессов оказания такой помощи на законодательном уровне с 2018 года открываются новые возможности для дальнейшего опробирования пилотных проектов по развитию телемедицины на различных площадках, в том числе и в Ненецком автономном округе. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Ну а в рамках международной научно-практической конференции «Арктическая телемедицина» в окружной столице состоялось заседание экспертов Северного форума. Это международная организация, которая объединяет региональные правительства для продвижения и укрепления диалога между лидерами регионов Арктики и Севера. В апреле этого года Ненецкий округ был избран председателем Северного форума и теперь в ближайшие два года будет курировать вопрос о развитии арктических территорий на международном уровне. В первой половине дня эксперты, представляющие Северные регионы России и зарубежья, обсудили проект стратегии форума. Во второй половине дня состоялось открытое заседание Комитета региональных координаторов. Исполнительный директор Северного форума Михаил Погодаев доложил об основных итогах деятельности организации за 2018 год и дальнейших планах. Северный форум весь этот год старался быть в тренде всех событий и участвовать во всех тех процессах, которые происходят. Прежде всего, конечно, речь идет о деятельности Арктического совета. То есть мы, как постоянные наблюдатели в Арктическом совете, участвуем в деятельности рабочих групп, а также в регулярных встречах и комитеты старших должностных лиц Арктического совета, и других органов, которые существуют. И вторая часть, очень важная для нас, это, конечно, реализация наших проектов. По словам Михаила Погодаева, проекты Северного форума можно разделить на три группы по направлениям. К первой относятся социальные вопросы. Это здоровье населения Севера, образование, научное сотрудничество. Второе направление связано с защитой окружающей среды и сохранением биологического разнообразия. Третье направление – устойчивое развитие северных территорий. Здесь речь идет о развитии инфраструктуры. Например, в Северном форуме существует проект «Возобновляем энергетика на севере». В рамках этого проекта тоже осуществлялась деятельность нашими партнерами не только в Арктическом регионе, но и с неарктическими государствами, такими как Сингапур, Китай. И на недавно прошедшем форуме «Арктический круг» в Рекявике мы провели тоже отдельную сессию, посвященную межрегиональному сотрудничеству на севере тоже с обсуждением проблематики доступной энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, потому что вы все знаете, что для всех северных регионов это большая проблема энергообеспечения отдаленных изолированных систем. Поэтому это было тоже одним из таких важных тем обсуждений. Северный форум на протяжении 27 лет представляет собой объединение северных регионов, миссия которого заключается в улучшении качества жизни населения и поддержке устойчивого развития территорий. В настоящее время членами организации являются 14 регионов пяти стран мира – Россия, Финляндия, Исландия, Республики Корея и США. В 2015 году председательство в Северном форуме было передано Красноярскому краю. В этом году эстафету принял Ненецкий округ. По словам председателя Комитета региональных координаторов, в рамках председательствования планируется уделить особое внимание вопросам экологии и проблемам коренных малочисленных народов Севера. Это прежде всего улучшение всякими способами, любыми способами доступными для нас жизни простых граждан. То есть мы должны черпать лучшие практики, которые есть в мире как в сфере развития инфраструктуры, имеется в виду коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры, связанной с медициной, тот опыт, который накоплен нашими соседями, с северными странами. И, ну что называется, чтобы не изобретать велосипед, а лучшие практики уже у нас непосредственно имплементировать. И в свою очередь делиться теми практиками, которые накоплены у нас. Работа Северного форума продолжится в пятницу. По итогам будет определена тема проведения встречи губернаторов Северного форума в 2019 году в столице Поморья. Ирина Никишина, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал Север. Александр Цибульский, Вагит Олег Перов обсудили перспективы сотрудничества Ненецкого округа и компанией «Лукойл». Встреча губернатора Ненецкого округа и президента «Лукойла» прошла в Москве. В ходе диалога стороны обсудили те проекты, которые компания реализует на территории региона, а также производственные планы подразделений «Лукойла». Одним из основных пунктов встречи стало обсуждение вопросов взаимодействия компании с НАО в области социально-экономического развития региона в 2018 и 2019 годах. Речь идет о совместной деятельности по поддержке проектов в области здравоохранения, образования, культуры и спорта. В 2018 году в рамках соглашения в частности были поддержаны такие инициативы округа, как проведение национальных спортивных состязаний ко Дню Оленя, Канин Мебета и Семен Хат Мерета. Также в рамках сотрудничества сторон в этом году проведено переоборудование кинозалов ДК «Артика», тренажерного зала в спорткомплексе «Норд», сенсорные комнаты для престарелых и инвалидов в Пустозерском доме-интернате оборудован лыжный прокат. Кроме того, были выделены средства на организацию праздничных мероприятий в окружной столице, посвященных юбилею геологоразведки, Дню Победы и Новому году. Поддержку в рамках соглашения получили и патриотические организации. Так, патриотический клуб «Белый медведь» совершил лыжный переход из Наринмара до Архангельска, пройдя по маршруту олено-транспортных батальонов времен Великой Отечественной войны. Компанию «Лукойл» смело можно назвать самым давним партнером Ненинского округа, исходя из истории ведения компании промышленных работ на территории нашего региона. И это, вне всяких сомнений, наш абсолютно надежный партнер как в отношении формирования регионального бюджета в части налоговых отчислений, так и в сфере нашего партнерства в рамках соглашения о социально-экономическом развитии округа, отметил губернатор Ненинского округа Александр Цибульский. Что касается соглашения о сотрудничестве администрации Ненинского округа и Паулу Койл на 2019 год, документ прорабатывает со сторонами в настоящее время. Каждый спортсмен из сборной Ненинского округа завоевал награду на Кубке России по северному многоборью. Состязания проходили в Салихарде с 13 по 17 ноября. В этом году в них участвовали 120 спортсменов из семи северных регионов от Мурманской до Чукотки. Традиционно турнир проходил по пяти дисциплинам. В числе дисциплин это метание тензея на хореи, метание топора, а также национальный тройной прыжок. Золотую медаль сборная ИНАО принес Антон Латышев, преодолев дистанцию в три километра в беге с палкой за 10 минут и 27 секунд. Его брат Роман Латышев занял второе место в прыжках через нарты, перепрыгнув их 571 раз и установив новый рекорд Ненинского округа. Еще одну серебряную медаль в копилку сборной принесла Мария Кропоткина в дисциплине метания спортивного топора на дальность среди женщин. Ее результат 106 метров 65 сантиметров. Кроме того, все трое окружных многоборцев выполнили нормативы мастеров спорта России по Северному многоборью. Об этом телефонном интервью нашему каналу рассказал тренер сборной округа по Северному многоборью Алексей Коткин. Мы готовились уже давно. Мы ездили в августе на Российский фестиваль национальных энергетических спортов в плане подготовки к Купу России. Ребята занимались по 6 дней в неделю. Я был уверен, что они выложены на 100%. Но тут, конечно, первое место это еще и везение не только в спортивном форме, но еще какое-то небольшое везение должно быть, чтобы стать чемпионом. Потому что на России примерно 5 спортсменов одного уровня. И кто из них выиграет, конечно, уже решает какой-то элемент удачи. Как отметил тренер сборной округа Алексей Коткин, ранее Министерство спорта России уже стащило требования к потенциальным мастерам-многоборцам, однако спортсмены из Ненецкого округа сумели их выполнить. Поездка сборной организована при финансовой поддержке Ненецкой нефтяной компании. Сборная Ненецкого округа принимает участие в чемпионате профмастерства «Билимпикс» открытие национального чемпионата среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошло в Москве. В первый день состязания представители нашего региона принимают участие в двух компетенциях предпринимательства и вязания спицами. Делегация из Ненецкого округа в составе 10 человек, участники и сопровождающие отправилась на «Билимпикс» впервые. Так, в категории специалисты Мария Асташова представляет регион в компетенции бисероплетения Марина Емельянова вязание спицами. В компетенции предпринимательства среди студентов соревнуется Роман Ермолин. Школьницам Кристина Свиридова и Людмила Протопопова в своей возрастной категории выполняют задания в компетенциях вязания спицами и вязания крючком. Сам чемпионат продлится до 23 ноября. Целью является содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. На этом наш выпуск завершил. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин